В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. О социально-экономическом развитии города в Сарове прошло выездное совещание комитета законодательного собрания. Надежная защита, почему важно вовремя делать все необходимые прививки. Православный воин-2022 возле села Дивеева прошел ежегодный международный военно-спортивный фестиваль. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове прошло выездное совещание комитета законодательного собрания региона по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговле и туризмам. Главная тема обсуждений – социально-экономическое развитие нашего города и проект «Большой Саров». Проект «Большой Саров» – развитие Национального центра физики и математики, привлекательность нашего города для молодых специалистов, проблемы предпринимателей. Эти вопросы городские власти затронули на встрече с депутатами законодательного собрания. 10 августа в Сарове прошло заседание выездного комитета ЗАГС Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговле и туризму. Мы говорили об очень важном вопросе – в вопросе стратегического развития. И если в 2018 году у нас была принята стратегия региона и мы видим динамику ее реализации, то ни одна стратегия региона не будет успешна, если она не будет связана со стратегиями развития городов. И, конечно, то, что мы сегодня видим здесь, взгляд Сарова такой новый на стратегическое планирование – это не просто стратегия развития, это некий новый подход. По сути, это переход в сервис на инфраструктурное планирование, детальное по каждому сервису, каждой услуге и каждому инфраструктурному объекту. Саров пока единственный город Нижегородской области, на котором разработают такую модель развития территорий. Мы считаем, что опыт Сарова может быть применен не только для города Сарова в Нижегородской области, а с другой стороны, мы понимаем, мы заходим на новую, неизведанную, неопробованную область, и нам нужна абсолютная поддержка с точки зрения законодательства, с точки зрения регламентации и общая поддержка правительства для того, чтобы именно на нашей территории этот проект полетел. Кроме того, депутаты ЗАГСобрания обсудили с представителями предпринимательского сообщества и проблемы, которые стоят сегодня перед бизнесом в Сарове. Особые условия функционирования ЗАТО диктуют свои правила ведения бизнеса. Действительно, здесь у малого бизнеса, с одной стороны, есть ряд преимуществ, в связи с тем, что территория ЗАТО закрытая, существует специальный режим пропускной, есть определенные сложности, которые препятствуют, может быть, такому динамичному развитию предпринимательства. Но с другой стороны, есть и преимущества. То есть, во-первых, здесь средняя зарплата, одна из самых высоких в Нижегородской области. Сектор сферы услуг, сектор сферы развлечений здесь, по идее, должен развиваться. Но вот сейчас на совещании услышали все-таки ряд вопросов, ряд моментов, которые, ну, как бы, сдерживают, скажем так, это развитие. Депутаты приняли решение еще раз приехать в Саров вместе с сотрудниками Министерства промышленности провести отдельный круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы разобраться с вопросами предпринимателей. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 34 саровчанина пожаловались на укусы клещей. Среди них 14 детей. Саровские эпидемиологи подвели итоги июля. На исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в прошлом месяце передали 21 клеща. 8 оказались носителями барелии 1, барелии и анаплазмы. Среди укушенных зарегистрирован один случай заболевания барелиозом. В прошлом месяце саровчане меньше болели ОРВИ и острыми кишечными инфекциями. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в два раза выросло число случаев ветряной оспы и в полтора вне больничной пневмонии. Стало больше обращений из-за укусов животных. За июль зарегистрировано 22 случая. Один человек пострадал от укуса змеи. Хотя во время пандемии коронавируса многие другие болезни отошли на второй план, в Сарове по-прежнему нет вакциноуправляемых инфекций, дифтерии, краснухи, кори, коклюша, эпидемического паратита. Все это благодаря высокому уровню вакцинации. Когда и от чего важно делать прививки, нашей съемочной группе рассказали в КБ-50. Национальный календарь прививок, который действует в нашей стране, включает защиту от 12 инфекций. Кроме того, есть и прививки по эпид-показаниям, например, против гриппа и ковида. Самые первые прививки из национального календаря малышу делают в роддоме против туберкулеза и гепатита B. Любые медицинские манипуляции – маникюр, педикюр, лечение зубов – влекут за собой риск заражения гепатитом. А по туберкулезу наша страна считается неблагополучной, причем болеют им не только маргиналы. Далее в два месяца делают против пневмокока. Это все отит, менингиты, пневмонии. Ну не все там, но это один из главных возбудителей этих заболеваний. И, как мы говорим, что вакцинация – это первичная профилактика. Нужно делать прививку до встречи с возбудителем. А встречаемся мы с ними уже при социализации. Это детские площадки, детские сады, школы. В три месяца идет иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита. В этом возрасте организм малыша готов к тому, чтобы выработать иммунитет на эти вакцины. С трех месяцев идет вакцинация против гемофильной палочки типа B. Какие-то курсы состоят из двух доз препарата, какие-то из трех и так далее. В год детям делают прививку от кори краснухи и паротита. Краснуха. Краснуха, мы понимаем, что это опасно для беременных женщин. Это основное. Поэтому, если брать молодую женщину, да и мужчину, в принципе, планирующие детей, то надо убедиться, что привиты от краснухи. Потому что это тяжелые пороки, несовместимые жизненные выкидыши. По данным ВОЗ, каждый год прививки предотвращают до трех миллионов смертельных случаев только от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. Вакцинация сократила смертность от кори во всем мире на 84% за период с 2000 года. Некоторые инфекции и вовсе удалось искоренить. Например, смертельно опасную натуральную оспу. Вы знаете, когда что-то случается, а мы не знали, а нам не рассказывали. Вот есть ребенок, опять же, в городе против перенесенной гемофильной инфекции с тугоухостью. Коклеарным имплантом. Есть ребенок с сахарным диабетом после гриппа, тяжело перенесенного, в полтора года. Я не спорю, у него могло начаться с сахарным диабетом, это любая инфекция. Но это могло быть и позднее. Все-таки в полтора года. Это очень тяжело. До конца сентября в Сарове появятся новые аттракционы. Центр развития культуры и искусства заключил контракты на поставку ладьи и биоробота экстремального аттракциона для детей старше 14 лет. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. С 1 августа можно воспользоваться спортивным налоговым вычетом. Это значит, что за свои занятия спортом россияне смогут вернуть 13% расходов. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей. То есть максимальный размер вычета составит 15,5 тысяч. Еще одно условие – физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель – должны быть включены в специальный перечень. Он размещен на официальном сайте Министерства спорта РФ. Российская система бронирования авиабилетов будет защищена отечественным программным обеспечением. Новые требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок позволят избежать сбоев в работе. Согласно обновленным требованиям, исключительные права на АИС УВП должны принадлежать либо государству, либо организации среди учредителей и руководителей, которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функции принудительного обновления и управления из-за рубежа. Обслуживание АИС УВП будут ввести только российские организации, а ее базы данных, серверы и другая технологическая инфраструктура будет размещаться исключительно в России. Требования начнут действовать с 30 октября. Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этот день в Сарове также ежегодно устраивают спортивные мероприятия, проводят соревнования и эстафеты. В этом году День физкультурника пройдет в городе сразу на нескольких локациях. Праздник спорта и здорового образа жизни в Сарове отметят в субботу 13 августа. Ежегодное мероприятие День физкультурника пройдет в нескольких локациях. Начнется все в бассейне «Дельфин» с награждения и чествования ветеранов спорта. Основная часть праздника состоится на стадионе «Икар». Там пройдут соревнования по волейболу, уличному падминтону, теннису, а также эстафета сотрудников. Рфятсвнеев, РДС – резвый, дерзкий, спортивный. Все желающие могут прийти и сдать нормы ГТО или пройти недостающие дисциплины. У нас очень интересные события. Будет на «Икаре» в патрибунках помещениях. Это турнир по шахматам. И у нас в патрибунках помещениях будет юная дарование Сарова. Это Алиса Рубцова, шашистская. Есть возможность здесь сыграть, проверить свои силы. Здесь же на стадионе «Икар» в День физкультурника пройдет последний отборочный этап турнира – атомный воркаут. Испытания традиционные. Это силовое двоеборье, подтягивания, отжимания на брусьях. Начало в 10 часов. На турнире определятся финалисты, которые поедут 3 сентября в город Глазов. Также гостей и участников атомного воркаута ждет приятный сюрприз. Приедут известные спортсмены. Они уже приезжали на Саров. Можете увидеть уже выступление. То есть всякие трехи, фишки, которые вы видите в интернете, они все покажут, можно заснять. Спросить про их питание, режим подготовки к тренировке, подписаться на их соцсети. Отлично ребята все покажут. Отлично будет мастер-класс с их стороны. Еще одна площадка Дня физкультурника – лыжная база. На горододроме пройдет чемпионат Нижегородской области по авиамодельному спорту. А для тех, кто хочет освоить новый вид активности, Светлана Кузьменко, призер чемпионата России по северной ходьбе, проведет мастер-класс по этому виду спорта. Начало занятия в 11 часов. Для детей суббота тоже не пройдет без активностей. Для ребят в вечернее время с 17 до 19 часов будут работать дворовые площадки, центры внешкольной работы. Московская 25, школа 16, 10-я школа, плюс микро-21, кто знает. Возможно еще будут площадки, то есть анонс следить на их паблике. Также у нас на стене новокарда будет представлено еще 4 дисциплины, но среди работников 5 снеев. У них там будет спортивный ориентирование, достаточно интересный тоже вид спорта. Городочный спорт. Будет у нас там тоже волейбол и тоже опять северная ходьба. Торжественная часть в бассейне «Дельфин» начнется в 10 часов. Старт соревнований на стадионе «Икар» дадут в 11.00. За расписанием мероприятий «Дня физкультурника» следите в группе ВКонтакте Департамента по делам молодежи и спорта «Саров-молодежь». Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Возле села Дивеево прошел 9-й международно-военно-спортивный фестиваль «Православный воин-2022». В его рамках состоялись 8 видов соревнований в разных возрастных категориях. В турнирах участвовали около 300 человек из разных регионов России. Спортивное соревнование «Тактическое троеборье» состоит из трех видов упражнений – ближний бой, трудная мишень и бункер. Во второй день фестиваля «Православный воин» ребята проходили эти спортивные испытания в формате военно-тактической игры «Лазартак» и стрельбы из пневматического пистолета. На площадке фестиваля Дивеевского района Нижегородской области собрались разновозрастные участники из военно-патриотических клубов страны. Среди толпы мальчишек можно было заметить и представительниц прекрасного пола, которые с решительностью и азартом выполняли все боевые упражнения. Я посмотрела на моих друзей, как они занимаются, и мне это стало интересно. Я решила попробовать, и когда я попробовала, меня это довольно сильно заинтересовало, и я продолжила заниматься. Мы здесь делаем много чего, мы соревнуемся, играем, то есть интересно проводим время. Мы можем драться, мы бьем по груши, изучаем всякие упражнения, всегда работаем в парах, бьем, готовимся к соревнованиям. История фестиваля началась в 2013 году. Первые соревнования проходили под названием «Форпост». Через год мероприятие стало называться «Православный воин». В этот раз фестиваль проходит в девятый раз. Статус международного он получил за счет обширной географии участников. Это ближнее и дальнее зарубежье, различные регионы России. Фестиваль организует Нижегородская епархия, Нижегородская метрополия при поддержке войск Росгвардии, Туреворского федерального округа, администрации Дивеевского района и автономной некоммерческой организации культурно-спортивный центр «Казачий остров», город Цару. Цель фестиваля – собрать на одной площадке военно-патриотические клубы, кадетские корпуса, классы, объединения. Фестиваль собирает в одном месте военно-патриотические клубы страны для обмена опытом, участия в мастер-классах. В основную программу фестиваля «Православный воин» входят соревнования разведгрупп, турниры по казачьему кинжальному бою, тактическому троеборью, фланкировке казачьей шашкой. Для всех участников на территории фестиваля устанавливают жилые палатки и казармы. Здесь же располагается столовая. Один из поваров на полевой кухне – ветеран боевых действий. Ездим в Дивеево, умываемся, в столовую ходим, играем. АРБ – это рукопажный бой. А еще? Еще есть кинжальные бои, еще фланкирование шашками. Члены жюри фестиваля фиксировали результат команд на соревнованиях, подводили итоги каждого дня и чествовали победителей на церемонии награждения. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Также там вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.